Приветствую вас. Вы знаете, я прочитал ваше сообщение, прочитал его полностью и думаю, что есть несколько проблем, которые нужно с вами разобрать. Первая из них, первая из проблем, это ваш развод с мужчиной. То есть вот у вас произошел разрыв с вашим мужем бывшим, теперь уже бывшим мужем, и это всегда является травмой, это всегда является стрессом для человека, для вас. Тем более, что мужчина, как бы, пришли вам негатив, мужчина доставил вам хлопоты, неудобства и так далее. То есть здесь, возможно, несколько вариантов. Ну, вообще-то говоря, вариант такой, что вы просто-напросто пока что до конца своего мужа не отпустили. Да, вы о нем не думаете, да, вы, как бы сказать, не отдаете себе отсчета в том, что он присутствует он в вашей жизни, например, не присутствует он в вашей жизни еще. Но, тем не менее, как-то его поведение, которое вы, на которое вы стали реагировать после того, как вы с ним побывали замужем, ну, вы побывали за ним замужем, да, Теперь это поведение приводит к тому, что вы определенным образом реагируете на все обстоятельства в вашей жизни. Это, вот, собственно, первый момент, который мне кажется важным. Второй момент, вы пишете про некие такие обстоятельства, которые в вашей жизни происходят, да, То есть обстоятельства, торнадо, вы называете это торнадо, то есть с вами постоянно, все время что-то происходит. При этом, что именно с вами происходит, вы как бы не говорите. То есть вы говорите, у вас есть там приключения, у вас есть какие-то там моменты, это понятно, да, моменты, приключения, это ясно. Но! Вопрос заключается вот в чем. Что есть общее у этих происшествий, которые с вами постоянно случаются? Ведь у них есть что-то общее, судя по вашим словам, это что-то негативное. Но почему именно негативное? Вот в чем вопрос. Почему именно негативное то, что с вами происходит? Главное, почему вы воспринимаете это только как негатив, только в качестве негатива, точнее. Чем это обусловлено? Ну, может быть, это хорошо, что у вас так активно идет жизнь, может быть, это здорово даже. То есть мне лично видится так, что вы в своей жизни раньше были активны, вы ходили в общество, да, вы были в обществе, вы там, себя, значит, ничем не ограничивали, вели активный образ жизни. А теперь, теперь, вы сказали, что перестали куда-то ходить, вы спрятались в свою раковину, в скорлупу, вы прячетесь как бы от людей. Ну, соответственно, это не вопрос. Почему? Почему вы прячетесь от людей? Что заставляет вас это делать? Что заставляет вас спрятаться от людей? Понимаете, если вы прячетесь от людей, значит, скорее всего, очень, очень может быть, что вы не до конца пережили какие-то моменты, все-таки своему, именно перейдите до конца. А то, что происходит с вами после, это ваши подспудные желания. То есть, по сути, это неосознаваемые желания различной активности. Дальше. Что касается приводницей и даров предвидения. Здесь, конечно, по большому счету, много мистического, по крайней мере, вы придаете тому, что вы говорите много мистического смысла. Но лично мне кажется, что в данной ситуации у вас просто обострилось интуитивное восприятие окружающего мира. За счет того, что от своего мужа вы ожидали, ну, ожидали все время чего-то дурного, да, чего-то плохого. И из-за этого, из-за того, что вы от него все время ожидали чего-то плохого, чувство обострилось. Это чувство, как бы интуитивная, подспудная склонность к анализу того, что может с вами произойти. И вы не осознаете этого, не осознаете того, что происходит, например. Но интуиция вам еще говорит о том, что что-то произойдет. И вы считаете это, как бы, вы считаете это привидением. Хотя на самом деле это просто так у вас работает интуитивное восприятие мира. Я думаю, что так. Тривозность возникает так, когда вы, да, когда любой, в принципе, человек пытается наши привычные модели поведения перенести на изменившиеся условия. То есть ваши условия изменились, а вы пытаетесь привычные модели поведения переносить на них. Ну, например, раньше у вас была размеренная жизнь, так вы говорите. Если жизнь была размеренной, то после того, как вы побывали заменем, она вот изменилась, вы сами изменились. И какие-то вещи в вашей жизни, они стали другими. Теперь, лучше, но вы по какой-то причине не желаете их принимать, эти изменения в своей жизни. Вы пытаетесь, вы хотите, чтобы все вернулось на круги своя. Хотя, в действительности, к счастью или к сожалению, это невозможно. Когда вы были замужем, ваше сознание, так или иначе, расширилось. Оно стало другим. И вы изменились. Но вы отказываетесь эти изменения в вашей жизни принимать. И отсюда тоже ваши проблемы. Именно от того, что вы отказываетесь принимать изменения, которые произошли в вашей жизни. Вы отказываетесь принимать свои изменения. Отсюда, как следствие, ваша постоянная тревожность. Отсюда, как следствие, важно вот это вот постоянное неприятие себя, невозможность ужиться с собой, невозможность принимать себя и так далее. Соответственно, чтобы этого не было, нужно вам для начала, хотя бы для начала, понять, что же, собственно, в вас изменилось. Какие произошли ваши изменения, которые вам нужно, как бы, в себе принять, в себе осознать, чтобы это нормально, адекватно переносилось на жизнь, в которой вы теперь живете. Я думаю, вот так можно вам и ответить на ваш вопрос. Потому что, смотрите, смотрите, вы пишите такую вещь, что муж стал курористить. А надо начать с того, кто начал курористить. Ну, казалось бы, в любом другом случае, если бы человек, тем более близкий человек, начал бы вести себя подобным образом, вы бы закрыли бы себе и все. Но вы это успешно выдержали. Это открыло в вас способности. Новые обстоятельства открыли в вас способности. Новые обстоятельства открыли в вас те сильные стороны, или просто в то же на черты характера, которые вам теперь необходимо учитывать. А вы пытаетесь вернуться в то время, когда об этих сторонах мы ничего не знаем. Далее. Что в моих силах делать, чтобы остановить этот торнад до бесконечных событий? Вообще-то говоря, проблемы у остановившего себя человека будут всегда. Главное, наоборот, принять свои изменения. То есть, перестать отталкивать те способности, те новые стороны свои, которые вас открыли. Дальше. Подскажите, пожалуйста, как мне вырвался сон, и мои близкие силы, как остановить этот торнадо. Ну, поскольку события происходят не по вашей вине, а как бы с вами, что-то вы можете сделать, это относиться к ним по-другому, то есть, изменить свои отношения, и перестать воспринимать это когда-то как торнадо, о совершенно точном воспринимать их как обычное стечение жизни, при том, что если вдруг этого торнадо не будет, то вы, скорее всего, будете скучать и ощущать неполнотой жизни, именно потому, что вы никуда практически не ходите, и практически ни с кем не общаетесь. Кстати, возникает вопрос, почему? Почему вы полностью прекратите свою социальную активность, что вам, что заставило вас ее прекратить? Вопрос это не очень понятен, но ответ на него вам нужно найти. Потому что вполне может быть, что то, о чем вы пишете, это все ваше подознание сигнализирует для того, чтобы обратить ваше внимание на необходимые посещения тех мест, в которых вы бывали до брака, и сигнализирует о том, что вам нужно вернуться к тому образу жизни. То есть на дуру-то у вас по себе вроде как активно, да, коммуникабельно, и все, а вы сейчас отчаянно стараетесь быть одиноко, уединиться, а подсознание вас все вам не дает. То есть получается конфликт. Воникает вопрос, для чего вы хотите зарыться в скорую путь, что вам там нужно, если кризис-развод, то это можно сделать с психологом, да, кризис-развод. И зачем наступать на горло своим желаниям, которые совершенно определенно о себе заявляют. Ведь от этого счастливее вы не станете. Ну да, опыт мужчины у вас был неудачен, хотя это еще нужно тоже разбираться, почему мужчина начал куролить, что попало бы творять, почему он начал так делать, и что его спровоцировало. Может быть вы чувствуете себя виноватой за что-то. Тоже тот момент такой, что от чувства вины необходимо так же избавляться, но он ничего хорошего вам не дал. Вот примерно так вам и нужно поступать. На этом, я надеюсь, можно закончить. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.